МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ордена Суворова Висловской гвардейской дивизии Наталья Федоровна Нарожняя. Без малого сто лет назад на Милгородчине в одной небогатой семье родилась девочка. Время пролетело быстро, грянула Великая Отечественная война. И хоть в семье оставались престарелые к тому времени родители и младшие братика, сестренка, девушка решила пойти на фронт. Настолько была преданная родине, что как-то объявили войну, сразу не думала я. Верила в нашу армию, верила в нашу силу страны и думала, долгого она не будет. Когда смотрю, что уже немцы подходят к Курской области, тут уж надо идти. В июне 42-го года я пошла на фронт. Направили меня на пересыльный пункт. О пересыльном пункте начальник посмотрел и говорит, ну что, это девушки, две девушки, Галя Поляничка, Шура Стадникова, такие крепкие, и я худенькая, шустрая, быстрая. И вот он говорит, а это ребенка нам зачем направили? А я говорю, мне скоро 19 лет. Он посмотрел, и какие же хитрые, прибавлять годы, чтобы в армию попасть. Я говорю, нет, я буду стараться. Ну давай, на пересыльном пункте он мне дает самый ответственный отдел, пересыльный отдел 21-й армии. И я приступила к работе. В составе 78-й гвардейской стрелковой дивизии Наталья Наружняя прошла дорогами войны до самой победы. Воевала за Сталинград, принимала участие в форсировании Днепра. Помогала бойцам, выходившим из окружения, потерявшимся во время военных действий или бежавшим из плена. Определяла их в так называемые маршевые роты. Здесь были люди разных возрастов, профессий, воинских званий. В мае 1945 года для Натальи Федоровны Наружней война не закончилась. Объявили, кончилась война. А наша дивизия как раз стояла в Польше. И все леса были забиты бандеровскими бандами. Понесли, правда, большие потери. Но все бандеровцы были ликвидированы в Польше. 15 мая мы вышли из Польши уже с полной победой. И направили в Венгрию. Там тоже были некоторые группировки. Уже армия ушла, а в лесах оставались бандиты. А наша армия все подчищала. Подчищала все тылы. На недолгий отдых бойцы дивизии отправились в Карловы Вары. Казалось бы, вот она, долгожданная победа. Можно наконец-то расслабиться, передохнуть. Но не тут-то было. Фашистских недобитков еще много пряталось в лесах. И они, островенелые и злые, продолжали забирать жизни и советских солдат, и мирных жителей. Война уже закончилась, и мы на отдыхе. А я говорю, о, хорошо, теперь мы отдохнем. Начальник говорит, наша работа только начинается. Заняли мы помещение гестапо. Какой ужас. Подвал темный, неосвещенный. Весь стены в крови, полы в крови. Я пол земляной, сплошная кровь. На втором этаже работаем, на третьем этаже живем. А на фонтан Шпрудель внизу, против, ходим водичку пить. В Украине много бежало старосты, бежали изменники всякого рода. Все они, нас не миновали. Ребята четко работали, представляли этих всех. Они думали, что они нужны немцам с ним бежали. А эти немцы сами себе уже не нужны. Все, работа идет четко, все хорошо. У меня одни благодарности. Я тогда говорю, ну что, я, наверное, буду увольняться. Чтобы уволиться из органов СМЕРШа, наружнее пришлось вернуться в Вену. А оттуда попрощаться со служивцами обратно в дивизию. И тут ее ждал сюрприз. Четверо солдатиков, побритых, постриженных, с чистыми подшитыми подворотничками, решили сделать молодой девушке предложение. И выбрать из них кого-то одного она должна была сама. Все мы говорим, тебя любим. Берегли себя, каждый для себя. Пришло время, выбирай. Я посмотрела. Я говорю, ребята, вы начнете с новой строчки. Ваша жизнь только начнется. А я еду к родителям. У меня пожилые родители. И они меня ждут. Я хочу вам счастья. Чтобы у вас были хорошие жены, хорошие семьи, прекрасные дети. Дай Бог вам всего хорошего. Ну, они постояли, постояли. Каждый обнял, каждый попрощались. И после этого, через несколько дней, я уехала. А так и закончилась моя ненадочная любовь. Я кавалер маленьких наград, говорит о себе Наталья Федоровна. Между тем, она награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени, имеет медали за боевые заслуги, юбилейные и памятные награды. Гвардеец наружная демобилизовалась в июне 45-го. Вернулась домой на Белгородщину. Нужно было становиться на учет в обкоме партии. И там, зная о ее боевых заслугах, сказали, работать будешь либо у нас, либо нигде. Работала. А через год отправили на учебу в Таганрогск, в школу юриспруденции. И тем самым она на долгие 30 лет связала свою жизнь и с законом, и с правом. В арсенале Натальи Федоровны Нарожни есть еще одна дорогая ее сердцу награда. Медаль за усердие второй степени, которую ей вручили в 2010 году. Это своего рода признательность за более чем 30-летний труд в системе российской юстиции. И в канун празднования столетия Крачаева-Черкесии к заслуженному юристу республики приехали руководитель и специалист Управления Минюста России по Крачаево-Черкесии, чтобы еще раз сказать этой легендарной женщине слова своей искренней признательности. Наталья Федоровна, поздравляю вас с 220-летием органов юстиции. Большое спасибо. Я... Продолжайте. От всего коллектива управления Минюста мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости, духа и также продолжать нас радовать, вот так же нас встречать ежегодно. А мы обязуемся к вам каждый год приезжать на все праздники и юстиции, и ваши личные. Я отработала, честно и порядочно всегда имела поощрение, подарки. Ну и, значит, решила теперь вас поздравить. С юбилеем вас! Здесь коллектив поздравляю. Вот, пожалуйста, желаю вам крепкого здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Что это такое красивое. Спасибо. Спасибо за подарок. Всему коллективу желаю счастья, успехов в работе. Сто лет Карачаево-Черкесии. И вот скоро мне сто лет. И я доползу и отмечу их. И прошу, чтобы этот сейс-коллектив был у меня на столетие. Не дай нам Бог жить в эпоху великих перемен, сказал когда-то древний китайский философ Конфуций. За свою жизнь ветеран Великой Отечественной войны Наталья Федоровна Наружняя пережила столько перемен, что они не по силам человеку слабому. И сегодня, встречая вместе с республикой, вместе с Карачаевой Черкесией свой столетний юбилей, она стала настоящей женщиной-легенной и ярким примером для тех, кто живет сегодня и для тех, кто придет после нас.